У-ху-ху-ху, друзья мои, большой привет и добро пожаловать в наш Distraint! Мы с вами продолжаем, продолжаем здесь бегать, ходить, не знаю, проходить, короче, по дому для престарелых. Это жесть какая-то! В прошлой серии мы с вами, к сожалению, выгнали дядечку из своего дома. Мне его реально было очень жалко. И сегодня мы с вами продолжим пугаться, мы с вами продолжим пугаться. Я решила сразу же записать следующую серию, потому что, знаете, как-то вот игра реально интересная, она мне очень нравится. Она такая местами, ух, страшненькая. Я надеюсь, что она нравится и вам, и вы поддержите лайк. Ну, во-первых, вебочка, как вы и просили, а во-вторых, просто потому что мне страшно. Ваша поддержка меня всегда, так вот, мотивирует, скажем так. Ну что, волосы все еще так же убраны, потому что, блин, когда волосы лезут со всех сторон, вот это, знаете, вот это все лезет, оно все мешает. Поэтому, ребят, мы сейчас в таком вот рабочем состоянии, как и в прошлой серии. И у нас подвал. У нас, как обычно, почему-то уже вторая серия у нас, ну, следующая серия, начинается с подвала. Ну, в подвал так в подвал, что уж поделать. Погнали. Так, давайте вспоминать. Да, правда, прошло совсем немного времени, но я уже подзабыла. Как совсем немного? Пять минут прошло с момента прошлой записи. Мама, дом престарелых, подвал. Так, я все хочу осмотреть. Кажется, я что-то слышал. Эй, сынок, не окажешь старику услугу? Ребят, прошу прощения, сразу же шрифт, честно говоря, на экране. У меня экран... А, надо сесть удобнее. Экран далеко стоит, просто он такой вот, такой вот маленький. Поэтому, простите, пожалуйста, иногда так надо приходится всматриваться в текста. Так, помочь старику. Эээ, простите, вы кто? Уборщик... Эээ, кто? Карпентер. А, уборщик-карпентер. Уборщик-плотник. Ну, карпентер, по-моему, плотник по-английски. Уборщик-карпентер к вашим услугам. Меня зовут Прайс, приятно познакомиться. Конечно, что вам угодно. Я тут был занят кое-чем, но неожиданно отрубилось электричество. Мне кажется, это автоматический переключатель барахлит. Возле кухни есть щиток. Можешь в нем покопаться? Ну, кажется, я не особо спешу, так что почему бы и нет. Спасибо, сынок. Так, люблю... Я тебя за это дам... Почему я прочитала, я тебя люблю? Ребятки, я тебе за это свой ключ должу. Только никому не говори. Почему я прочитала, я тебя люблю? Хорошо, скоро вернусь. Так, нам дали Калючанский, да? Туда я даже идти не могу. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, сидим. Не боимся. Мне кажется, что вот это, скорее всего, да, нужно. Так, сюда этот ключ... Это типа жилая, что ли? Ладно, пошли в коридор. Вряд ли здесь он подходит. Здесь нет замка. Странно, если в корид... Четвертое. Это комнаты. По-моему, там в начале что-то было, да? Ванная. Хотя нет, тут ванная есть. Не, вряд ли сюда. А, отпер... Тут у нас... Ой, начинается! Так, это должно быть тот самый щиток. Посмотрим-ка. Блин. Так, хорошо, был первый вот этот. В чём суть? Хорошо. Первый у нас получается... Нет, неправильно. Первый... Чё-то я тогда логики не поняла. Первый... Пятый... Первый... Пятый... Второй... Наверное, четвёртый... А, первый, пятый... Первый... Пятый... Этот... Этот, этот... Ура! Вот всё! Теперь электричество должно снова заработать. Ой, можно что-то поживиться чем-то? Вроде так работает. uchtет... Я себя пытаюсь веселить. Ребята, если что, это я просто веселю. Потому что мне страшно. Подождите, так видишь, свет горит как бы. Ребята? Там кровь была? Там как бы кровь была на дверях! Так, до свидания. Я как обычно сохранилась. Слушайте, как вы думаете, свет появится или там сейчас вообще никого не будет? Я думаю, что вы уже увидели левый угол. Ребята, я не пойду. Ладно. Ребятки, а что это он кого-то... Что там такое? А, все понятно. Друзья мои, он там кого-то перемалывает. Делаем ставки. Мы следующие или нет? Нет, я не хочу туда идти. Что ты делаешь? Эй! Эй! О, спасибо, сынок! Электричество работает! Какого черта вы творите? Я утилизирую этот труп. Труп? Чей? Да каждого старого пердуна. Он умер пару дней назад. Так просто дешевле. Фу, меня тошнит. Что, что? Чувак, ты попал. Так, не знаю, что сказать. Меня сейчас вырвет. Кишки, странная жидкость и кровь. Сойдет. Что? Я нашла кровавое мясо. Подождите. Мы сейчас отдадим тому чуваку, который просил кров... Вместо... Мясо вместо картошки. Ребят, я буду одним глазком смотреть. Вы понимаете, что мы сейчас, скорее всего, отдадим? Так, нет, нам не сюда. Нам нужно пом... Ну, вы знаете, я как обычно сохраняю, чтобы мы с вами ничего тут не потеряли. То есть мы сейчас ему отдадим... Сюда же не надо? Нет. Странная мысль. Да, я не спорю, что странная. Нет. Мысль о том, что мы отдадим этому товарищу кровь с мясом. Да нет, вообще никакая не странная. Ну, ей-богу, вообще. Ну, кто бы мог подумать? Это случайно набрело на восхитительный кусочек говядины. Как думаете, он вам подойдет? Так, ну-ка, давай посмотрим. Да, о, идеально. Чего? Мясо вернулось в меню, мальчики. Спасибо тебе, молодой человек. Я прямо сейчас начну его готовить. Я рад помочь. То есть мы его пытались отвлечь? Ребята, а зачем мы это сделали? Центральная электростанция. А-а-а! Так, и так работает. Я так поняла, что это у нас... А зачем? Вопрос, зачем мы это сделали? Что здесь у нас? Ванная. Угу. Я, честно говоря, не поняла. Нам ничего не дали. Хм. Здесь не пройти. А зачем мы это сделали? Еще пойти мясо попросить? Может, мы их сейчас, типа, позовем, типа, кушать? О, уборщик. Слушай, чувак, ну... Ребята, он труп тянет. Мамочки! Хи-хи-хи. Просто тянет. А, подождите, он свалил, значит, нам, наверное, в подвал. Я так думаю. Ну, наверное. Его, типа, там нет. Может, мы что-то сейчас подберем? Я надеюсь, что это не миссис Гудвин. Я не буду смотреть. Ребята, я буду смотреть куда-то вбок. А, нам некуда идти. Знака восклицания нет, поэтому... А где же нам найти миссис Гудвин? Тогда вопрос. Хорошо, что у нас... Так, тишина. Слушайте, а куда нам дальше-то? Мы тут уже все... Можно обратно... Свет включить? Нет. Так, что за программа лучше? Вам не кажется, что какой-то странный звук? Ладно. Не. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я туда не пойду. Мне уж там не нравится. Так, пошли сюда. Мыть не надо. В туалет ты не ходишь. В туалет ты не ходишь. Отлично. О-о-о, ребята. Ребят, все плохо. Ну, встань давай. Так. Я приготовил потрясающее блюдо. Наконец-то этим людям подадут то, что они заслужили. К слову, я пришел, чтобы навестить миссис Гудвин. Можно отнести ей еду? Так, стоп. У меня предположение, что, скорее всего, может, это мы ее сейчас. Я надеюсь, что мы не ее съели. А-а-а. Чего? Киотс. 38. Конечно, парень. Отнесем. Спасибо, шеф. То есть мы ей отнесем... Кусок мяса. Так. То есть нам не туда. А дамочка с каталкой куда отправилась? Так. Уборка комнат. Ну, что-то вроде того. Ты принес еду, я голодна. Да. Можно мне, пожалуйста, войти? Конечно. Ух ты. Вторая комната. Так, я сначала... А что у нас тут? Так, я дам ей еду. Угу. Давайте-ка, может, поменяем? Шкаф. Мне может пригодится. Так, я что, нашла вешалку? Хорошо. Еда. Подождите, это она, что ли? Так, вы не миссис Гудвин? О, кажется, ты ошибся в комнате, милок. Извините, я вовсе не хотел вам нагрубить. Вот, покушайте. Спасибо, милок. Ну, тогда я пошел... Мне давно никто не навещал. Мне же... Кажется, последний раз мне навещали два месяца назад. Это был мой внук. Мне правда нужно... Но с того момента я ничего о нем не слышала. Надеюсь, он все-таки женился. Спасибо за раска... На той девушке. Как ее звали? Не Хелленли? Без поня... Не, мне кажется, ее звали Хельга. Отлично. Ну, я... Ее отец сломал колено. Интересно, все ли с ними сейчас в порядке? Уверен, с ними в порядке. Ну, берегите себя. Последнее время на улице сильнейший ветер. В этом году осень наступила раньше. Наступит раньше. Да, прошу прощения, мадам, но мне правда нужно бежать. Кажется, я опять разговаривалась. Понимаю, тебе нужно идти. Пожалуйста, возьми это за то, что выслушала мои бредни. Спасибо, мадам. Колокольчик нам дали. Колокольчик, берегите себя. Колокольчик, друзья мои. Что-то можно тут еще... Подождите-ка. Вешалкой, наверное, мы что-то сейчас можем открыть. Вот этого сейчас разбудим колокольчиком. Колокольчик, привет. Привет, чел, просыпайся. Просыпайся. Ну, наконец-то. Ах, черт, я не могу его разбудить. Мне нужно что-то погромче. Так, дамочка, может мы тебя пошевелим? Что-что, дорогой? Ничего, не важно. Так, вешалка. Не ступай здесь, здесь грязно. Хорошо, мадам. У меня только что вылезло в стиме уведомление. Что-что-то мы сами сделали. Так, ему нужно что-то погромче. Ну, во-первых, давайте сохранимся. Вешалку, чисто в теории, наверное, можно будет как-то... Использовать. Так, сюда не надо. Ну, ладно, пока что сюда идти не будем. Вешалку, может, мы как-то эти прутья сможем открыть? Я не знаю. Я не знаю. Нам вот этого надо разбудить как-то. Надо понять, что вот здесь. Сизомат, кройся. Да ладно, неужели не сработало? Не лучшее применение для вешалки. Ну, ясный пень. Ну, это так, фантазия. Тут вешалка не нужна. Чего она может понадобиться? Нужно ничего мыть. Я не буду выбрасывать. Так, что-то там... Ладно, не хочешь, не надо. Может, опять с ним поколдыкать? Смотрите, что у меня. Это что, антенна? Нет, это вешалка. Понятно. Интеллектуальный разговор. Так, как дела? Прекрасно. Вы даже представьте, не можете, как я разочар... Разочарован? Спасибо за тот кусок говядины. Пожалуйста. Что он сказал? Почему у него прекрасно, но он разочарован? Я нашел этот колокольчик. Подумала, что он может вам пригодиться. Очень мило с вашей стороны. Но у меня уже есть звонок для сотрудников. Все равно спасибо. Да ничего. Хорошо. Что у нас здесь? Угу. Центральная... Так, бессмысленно. Может, нам как-то вешалкой тут... Я хочу получить удар... Ну, я не знаю. Может, я думала, она так, немножечко шибанет. Так, у нас есть вешалка и у нас есть колокольчик. Угу. Так-с. Может, нам вешалку с колокольчиком... А может, мы его вешалкой давайте... Жахнем. Так, пройду. Вешалка будет грубо его будить. Слушайте, а может быть, нам реально использовать... Думаю, эту вешалку можно согнуть. Точно, антенна. Будет совсем как антенна. О, сработало. Да я просто гений. Эфирикен Бэт... Бэткок. О, пополз. Аллилуйя. Должно быть, это каком-то мисс Голвин. Однако, перед тем, как войти, нужно раздобыть цветок. Это правило приличия. Так, цветок. Где мы с вами видели цветы? Здесь, может, у этой самой есть. Эй, тут есть кто-нибудь. Я пришел навестить мисс Голвин у тебя и обслуживание. Может, на ули... На улице? Ребят, куда он пополз? А, он пополз сюда смотреть. Давайте думать. В подвале цветы нет. Да, нет. Может, у этой дамочки? У тебя цветов не найдется? Дорогая моя. Да не думаю. У нас был колокольчик. Может, мы и обратно колокольчик отдадим? Я уже не знаю. Нет. Цветы, 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 цветы. Где они могут быть? Может, тут что-то изменилось, пока я лазила? Не пройти. Может, нам у этого чувака попросить? Так, программа... Ага. Я вообще сначала думала, что, может быть, нам на вот этом телевизоре использовать. Но нет. Где нам для нее цветы взять? Ну, нарисованные есть. Ну, я же не буду ей картину пилить. Тут тоже ничего не растет. Цветы. Может, у него есть? Чувак. Как дела? Прекрасно. Тра-та-та. Может, у кого-то из больных есть? Ой, больных. Господи. Из дома престарелых. Нет, это нам не нужно. Как думаете, где можно взять цветы? Этот чувак с трупом ушел. Наш уборщик. Так, во-первых, надо сохраниться. О том же. Сохранил свой прогресс. Может, мне им сейчас позвонить там? То есть, у нас тут вообще никакого взаимодействия. Тихо. Так. Кен Бэткок. Мои родители любили его смотреть. Сколько воспоминаний. Спасибо. Очень информативно. Так. Может, нам на тот самый... Обслуживайте, пожалуйста. Наконец-то. Ага. Так, знаю. Слушайте. Там у вас такая дверь есть. Кажется, я там оставила свой кошелек. В общем... Что она ответила? Ага. Это значит, да? Вот и замечательно. Больше мне не нужно. Чего подзывать? И в чем суть? Аааа. Ребята. Она нам сейчас дверь откроет то. Которая за решеткой. Нет? Да. Я не хочу тут... Я не смотрю. О, цветок у трупа. Ребята, там сидит труп. И у него есть цветок. В ее руках цветок. Да, понятно. Сейчас уберем. Боже. Сколько она тут пробыла. К людям так относятся. Как к скоту. Не думаю, что ей еще нужен цветок. Отнесу ее, миссис Гуд. Дови. Я верну цветок. Цветок мне понадоб... Слушайте, а зачем? Так, мне жаль ее. Слушайте, а прикиньте, если это она... Дверь не подает. Ребятки, а что с дверью-то? Слушайте, а что делать? Может, я ставлю колокольчик? А-а-а-а! Сработало! Как интересно! То есть у нас тут, получается... Срабатывают двери от колокольчиков и от цветков? Мамочка! Так, давайте... Так, прийти, нужно раздобыть цветок. Хорошо. Ну что, заходим? Миссис Гудвин, Эд Прайс, можно войти? Я здесь, ходите, пожалуйста. Мне страшно, как игра темнеет. Жива-здорова, надеюсь. Я нервничал, был напуган. Не знал, чего ждать. Может, она начнет обвинять меня. Меня волновало, как она. И разъедал чувство вины и стыда. Почему такая грустная музыка, ребят? Я пойду сюда сначала. Тут ничего нет, придется к ней подходить. Я принес вам цветок. Как вы, миссис Гудвин. О, не стоило. Спасибо, дорогой. Я рада, что ты навестил меня. Конечно, мадам. Мне не по себе, что из-за меня вы лишились дома. Не стоило так поступать. Перестань, юноша. Не нужно себя винить. Спасибо, миссис Гудвин. Для меня это многое значит. Могу ли я что-нибудь сделать для вас? Хочешь что-нибудь? Нет, я... Я совсем одна. Просто хотелось увидеть знакомое лицо перед смертью. Мадам, вы этого не заслуживаете. Я всего лишь бесхребетный негодяй. Не... Не позвольте мне... Не позвольте мне все исправить. Вы можете переехать ко мне. Я буду заботиться о вас. Все лучше, чем тут. О, какой же вы заботливый юноша. Нет, я не могу, дорогой. У тебя своя жизнь. А я... Я стара. И... Чего? А, и вряд ли мне долго осталось. Слушайте, я не хочу в это играть. Эта игрушка грустная и страшная. Мадам, не говорите так. Не слушай. Не смей себя винить, юноша. К тому же скоро я вновь увижу своего мужа. Мадам, я пойду... Приду к вам на следующей неделе. Вы всегда можете позвонить мне, если захотите поговорить. Спасибо тебе. Нет, ну это... Это грустно, друзья мои. Это реально грустно. Так, я был так близок. Последнее имя. Последний рывок. Но что-то изменилось. Часть меня жалела остановиться. А, жила, пардон. Но я все проигнорировал. Я не остановился. Последний в моем списке был мистер Джонс. Коридор. Ребята, что-то плохой коридор какой-то. Так, дверь заколочена. Мне не пройти. Понятно. Есть кто? Тут есть кто-то. Дверь, кажется, не заперта. Надеюсь, кто-нибудь не будет против. А не кто-нибудь. Сохраняшка! Так, отлично, я сохранил свой прогресс. Дверь заколочена. Не-не-не! До свидания, я ухожу. Я пойду сюда. Мне тут больше нравится. Еще одна дверь. Что-то и больше нам дальше нельзя. Так, что-то не так с этой картиной. Может, стоит взглянуть на нее под другим углом? Под каким другим углом? Ну, взгляни с этого. Что-то не так? Окей. Есть кто дома? У нас один ход, друзья мои. У нас просто одна дверь. Это гостиная. Это гостиная, ребят. Мне не нравится здесь. Так, а что-то у нас с одной стороны, смотрите, не срабатывает. Старый игровой автомат. Похоже, не работает. Ребят, что за звуки? Что за звуки? Я вот так буду сесть, вжавшись. Мама. Так, это что еще такое? Похоже на нарколабораторию. Мы в нарколаборатории. Откуда идет зеленый дым? Ай, мне не стоит его вдыхать. Черт с ним, попытка. У-у-у-у. Ты что, наркоман? Вау. Грибы переграждают путь. А-а-а. То есть я должна надышаться и пройти куда-то? А куда мне надо? Наверное, мне тут и остаться? Слушайте, а куда мы попали и как нам отсюда выйти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В какое-то плохое место мы идем. Так, что здесь? Так, дверь заколочена. Мне не пройти. Что-то не так с этой картиной. Может, стоит взглянуть? Он же уже говорил эту фразу. Не-не-не-не. Обратно, пожалуйста. Я хочу понять, что здесь еще есть. Заколочено. Туда нельзя. Мне кажется, мы под зданием находимся. Нет? О-о-о. Стой. Не-не-не. Подожди укуриваться. Подожди укуриваться. Ребят, в игре уже даже наркомания есть. Так, хорошо. Окей. Пойдем еще отдохнем, товарищ. Не, я хочу посмотреть просто комнату. Там ск... Мы вернулись. Хорошо. А зачем нам возвращаться? А, вот сюда. Все понятно. А нам сюда надо было или мы вернулись вообще? Слушайте, а какое мы... Гостиная. Мы что, вернулись опять? Мы вернулись. А надо запомнить, где какое это самое расположение. Давайте еще раз попробуем. Значит, смотрите. Вдыхнули. У нас тут закрыто. Грибочек. Нам, наверное, по грибку надо бежать. Так, грибы прегражд... Да, вот, все. Теперь можем пройти. Будем бегать по грибочкам, ребят. Мы еще с вами по грибам не бегали. То есть, наш товарищ вдыхает какую-то дрянь. Слушайте, а нам можно смотреть куда? Гриб преграждает мне путь. Сюда. Так, хорошо. Вы вернулись? Да, мы с вами вернулись. А, все равно ничего не хочешь сделать. Так, ребят, хорошо. Хорошо, что мы... Давайте еще один раз пробежимся. Я просто потом уже, скажем так, на свежую голову мы с вами уже выполним эту загадку. Тут загадки нет. Тут просто нужно подобрать нужные нам двери. То, что у нас в нормальном виде закрыто, в нормальном мире, надо идти туда, где открыто. В наркоманском. Вот, смотрите, мы прошли. У нас тут грибочки. Грибочки нам сейчас все перекрывают. А, подождите, тут тоже грибы. Нам сюда нельзя? Нет. Сюдашеньки нам нельзя. Заходим. У нас, смотрите, тут прикрыта дверь. У нас тут лаборатория. Тут дверь. А что у нас здесь? Здесь ничего. То есть мы, получается, выходим через ту дверь. Крайнюю. Да-да-да-да-да-да-да-да-ра-та-ра. Хорошо, пришли сюда. А мы, получается, вообще вернулись. Подождите, а зачем мы возвращались? Может, нам вот в эту надо в итоге попасть? Давайте один раз сейчас еще попробуем. Мне кажется, нам просто времени может не хватить. Так, хорошо. Может, нам сюда надо в итоге? Давайте проверим. Давайте, скорее всего, вот... Ну, я попробую вот в эту, но, предположительно, наверное, нам нужно в ту, которая... Есть кто дома? Ку-ку. Такс. Один. Один штука. Ждем, проходим. Дверей тут не так уж и много, поэтому вариантов у нас не так уж и много. Мы выходим через вот эту дверь, как вы понимаете. Дыхнули, побежали. Открыто. Есть. Сейчас опять дыхнем. Во, ребят, да-да-да-да-да. Сейчас мы... Все, я поняла. Мы действительно нету, Дашеньки, немножечко. Слушайте, здесь мы вообще были. Да. Нам, скорее всего, вот в эту дверь, как я думала. Там не зря у нас грибой. Что-то я перепутала уже эти наши локации. Простите, ребятки. Так, еще раз. Последний раз пробуем, потом уже я сама попробую. Не сама попробую, просто в следующей серии. Потому что действительно, я уже вторую серию записываю. Она такая... Игрушка страшненькая. Так. Да даже не то, что страшненькая. Просто как-то... Как-то не по себе. Она вот вызывает какое-то чувство тревоги. Не по себе как-то становится. Хотя вроде вот опять... Ой. Вроде бы ничего такого не делаем. Так, выходим здесь. Не успели! Почти успели! Блин. Ну, почти, ребятки. Почти успели. Поэтому я думаю, что в этом, наверное, будет суть нашего... Следующего забега. Я думаю, что сейчас нам стоит с вами просто сохраниться. И уже продолжить исследовать этот наркопритон в следующей серии. Я надеюсь, друзья мои, что вам понравился этот ролик. Я очень надеюсь, что вы хотите увидеть следующую серию как можно скорее. Поэтому не забывайте ставить лайк. И нажимайте на колокольчик возле подписки, чтобы не пропустить ни одной новой серии. Игрушка просто класс. Она реально очень крутая. Мне нравятся пугашки на камеру. Надеюсь, они вам тоже нравятся. Увидимся уже в новых роликах. Все, друзья мои, хорошего вам всем настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok